До 1 января 2016 года все спортивные школы Олимпийского резерва должны получить лицензии нового образца. В Твери к ужесточившимся требованиям оказалось неготовое отделение конного спорта в детско-юношеской школе Олимпийского резерва номер один. Совсем недавно был разработан федеральный стандарт по виду спорта «Конный спорт», где четко обозначены, какие должны быть материальные и технические условия, какая должна быть спортивная экипировка для тех спортсменов, которые занимаются конным спортом. К сожалению, мы сегодня не можем выполнить и на 10% тех требований, которые к нам предъявляются. Роспотребнадзоры и пожарные выписали конные секции предписания, за неисполнение которых пришлось бы на три месяца закрыть всю школу Олимпийского резерва номер один и заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Председатель комитета по физической культуре и спорту Владислав Павлов отметил, что о проблемах секции знали давно, но помочь не могли по объективным причинам. «Земля, имущество не принадлежит ни областной собственности, ни городской. То есть земля и имущество являются федеральными. Нам они переданы не были, и вкладывать туда деньги мы, к сожалению, не можем». «Конная школа» не сможет оказывать образовательные услуги, однако продолжит свою работу в статусе клуба. Это значит, что зарплата тренеров уже не будет финансироваться из бюджета. «Государственная поддержка коснется только спортсменов, выезжающих на соревнования». «Независимость от формы, скажем так, собственности или формы вот этого клуба, который будет там продолжать работать, чемпионаты, первенства в области также будут финансированы из средств областного бюджета». О переводе конной школы на базу Тверского ипподрома пока речи не идет. Как напомнил Владислав Павлов, его основное назначение – это испытание рейсистых пород лошадей. Да и само состояние ипподрома не позволит проводить занятия. «К сожалению, на ипподроме также не могут быть выполнены лицензионные требования. В частности, со стороны МЧС, пожарной службы, требуются определенные вложения для того, чтобы получить такое заключение». Возрождение ипподрома возможно, но лишь с приходом серьезного инвестора. Именно такая практика наблюдается во всем мире. Конный спорт и скачки остаются элитным и дорогим удовольствием, требующим немалых затрат.